Стоп грипп. Врачи Ненецкого округа говорят нет распространению сезона инфекции и призывают жителей региона, взрослых и детей делать прививки. О необходимости вакцинирования медики рассказали на пресс-конференции. Здесь же был организован мобильный прививочный пункт. Так что врачи и журналисты показали на собственном примере, что бояться прививок не стоит. Прививочная кампания в Ненецком округе стартовала. На сегодняшний день вакцину получили уже 1393 человека. Планируется, что прививки от гриппа поставят около 20 тысяч жителей. Из них 14 тысяч взрослые и почти 6 тысяч дети. Для этих целей приобретены вакцины Савигрип и Гриппол+. Они закуплены по федеральной программе за счет регионального бюджета. Ожидается, что на территории нашей страны будут хозяйничать три штамма гриппа. Грипп Б, грипп А, Н3Н1 и А, Н3Н2. Прививки делаются бесплатно. Если человек плохо передвигается или в силу тех или иных обстоятельств ему тяжело подойти в поликлинику, он в любое время может позвонить своему участковому терапевту. Участковый терапевт вместе с участковой медсестрой выезжают на дом и делают вакцинацию. В перечне уважительных причин не ставить вакцину аллергическая реакция, подтвержденная справкой обострения хронических заболеваний, высокая температура на момент прививки. По словам врачей, легкое недомогание не считается поводом для медотвода. Напротив, вакцина поможет организму активизировать защиту. А вот тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, прививаться жизненно необходимо. В период вспышки гриппа возрастает смертность по различным нозологиям. Но прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы. Связано ли это напрямую? Да, конечно, связано. Потому что есть группы риска, как раз-таки те больные люди хроническими заболеваниями, которые ослаблены. Грипп напрямую оказывает вот такое воздействие. В группе риска беременные женщины. Ведь вирус гриппа опасен не только для них самих, но и для еще не родившегося ребенка. Поэтому им тоже необходимо своевременно поставить прививку. Приведены в настоящее время исследования, клинические испытания. И в том числе на беременных женщин, которые показали безопасность вакцинации от вируса гриппа. Как сезонного, так и свиного, и так называемого птичьего гриппа у беременных женщин. Кстати, заведующая детской поликлиникой Алла Муратова отметила, в этом году родители более ответственно подходят к вакцинации. Уже сейчас на 30% больше семей по сравнению с прошлой кампанией дали свое согласие на прививку детей. Вакцинироваться надо. Побочные явления, побочные осложнения от данных вакцин, которые у нас уже не первый год, они опробованы, и они эффективны, и они не дают побочных явлений. Согласно многолетним наблюдениям, в нашем регионе подъем заболеваний гриппом начинается зимой во время каникул. А это значит, что сейчас самое время защитить себя и близких от инфекции. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.